Всем привет, ребята! Вы смотрите канал Миша Банско. Я вот сегодня вышел первый раз за 4 дня на улицу, а все потому, что мы делаем ремонт в нашей квартире, и на 80% этот ремонт делаю я сам, то есть своими руками. И сейчас идет... Ну, надо быстрее-быстрее сделать, хотя все длится уже 2 месяца. Ну, правда, мы уезжали, там, может, небольшой отпуск еще. Вот, ну, в общем, уже я практически получил навыки по всем видам работы. И полы укладывал, и стены красил, и что я только не делал. И шпаклевал, и шкурил, и все на свете, там, и плентуса, и... Ну, все, я не трогаю только сантехнику и электрику. Вот эти вот вещи для меня такие табу. В общем, переехали мы, да, в новую квартиру. Вот, вы, наверное, уже знали, что я там продавал свою квартиру. Все, мы купили новую, переехали, и делаем огромный такой, давай, большой ремонт. Вот, а хотел в этом видео я рассказать о том, что в Банско идет активное строительство. Точнее, это сказать, не строительство, а достройка старых объектов, которые стояли как недострои в течение многих лет. Спрос на недвижимость в Банско, он все-таки очень большой, и продолжается, и он не падает, этот спрос, и интерес к Банско. И поэтому, так как новое строительство в Банско запрещено, строительство новых домов, но он зато может достраивать недострои. И вот, один из них, недострой, который стоял, я не знаю, он много лет стоял здесь. Его достраивают сейчас, и я думаю, что через год примерно он будет готов. Сейчас там уже, по-моему, продаются даже квартиры. Вот, цен не знаю, где смотреть. Где-то находил, но сейчас вам не подскажу. И сейчас я вам покажу еще несколько подобных домов, которые прямо сейчас достраиваются. И скоро также появятся в продаже там квартиры в хорошей локации, вот рядом с Преспой. Ну и это также в очередной раз подтверждает тот факт, что Банско, недвижимость Банско пользуется высоким спросом, а продавать, по сути, уже нечего. Там то, что у риэлторов есть, это вообще, там особо выбирать не с чего. Это то, что я вот вам много раз говорил. И вот сейчас вот этот процесс идет, инвесторы инвестируют в эти недострои, выкупают эти дома, вкладывают деньги, достраивают и продают квартиры. Сейчас я вам покажу еще несколько подобных объектов. Здесь делают, видимо, парковку. Вот такое большое здание. Работает техника. Вон сколько там строительной техники вдалеке еще много. Плиточка уже лежит, чтобы территорию выложить. Локация здесь очень хорошая. Как будет называться, комплекс я не знаю. И вот, смотрите, здесь как бы стоят три недостроя, да? И вот эти два из них сейчас достраиваются. Это как два корпуса, я так понимаю, одного комплекса. Возможно, потом еще и этот будет достраиваться. Вот я не знаю. Это не точно. Это я так предполагаю. Вот два здания. В этом здании, я знаю, мне вот сейчас, когда я встретил людей, мне сказали, что уже даже продаются квартиры, и большая часть уже продана. Самые лучшие проданы, конечно. Вот. И сейчас продаются квартиры, но они продаются без отделки, естественно. Вот. Насчет экономической, финансовой выгоды, так, не знаю, надо подумать. Потому что еще когда его достроят, неизвестно, как достроят, сколько уйдет на ремонт и на мебель, сколько будет строиматериала стоить к тому моменту. Но вообще сейчас где-то, говорят, около 500 евро за метр вот в таком вот виде продается. Вот в таком. Конечно, когда его достроят, если квартиры останутся, оно будет дороже. Дороги здесь, к сожалению, нет. Здесь вот так вот. Там такая же еще одна грунтовочка есть. Дорога тоже около Преспы. Вот. И когда его достроят, я думаю, будет дороже. Вот. Ну и вы вот так вот прикидываете, что на ремонт, я сейчас с одной спальни, я думаю, так как там полностью черновая отделка, то я так предполагаю, что ремонт мебель, ну, в среднем 20 тысяч евро будет уходить. Вот. Не, ну можно, конечно, супер поэкономии сделать за 15, там, может быть, даже как-то пытаться дешевле. Ну, в принципе, смотря под какие цели. Если под продажу, под перепродажу, под сдачу в аренду, тогда, может быть, это, в принципе, может быть действительно выгодно. Но неизвестно, когда его еще достроят. Ну вот, получается, довольно симпатично. Правый корпус уже практически отделан, да, то есть получается. А тут в том еще работы много, конечно. Ну и возможно, они здесь еще парковку плиткой выложат. Вот с этим пока ничего не известно. Так, сейчас мы пойдем еще к одному зданию, которое достраивается, в котором продаются квартиры. Видите, еще сколько здесь недостроек? Вон еще ждет своей очереди, я так предполагаю. Вот это, друзья, Краунбанска. Его уже весь купили, весь. Это большое здание, вы видите только часть, примерно там он буквой Г, как бы угловой. Вы видите только часть, то есть там вот туда еще зайти, там еще вот так вот, вот по той линии корпус еще идет, как бы, да, еще. И все раскупили, несмотря на то, что огромное здание. Насколько я знаю, не осталось ни одной квартиры. Ну, они уже перепродаются. То есть то, что вы сейчас увидите в продаже, в этом здании, это уже перепродажа. Вот, то есть кто-то себе покупал, как инвестицию. Здесь нет, насколько я знаю, ни одной квартиры. Но, может быть, какие-то есть, совсем не ликвидные. Вот. Ну, здесь люди покупали по перепродажу, кто-то делает ремонт и продает, кто-то прямо без ремонта, как есть, перепродает. То есть покупали на стадии достройки, как бы, да. И сейчас, когда как бы дом сдан, вот, уже продают, как в данном доме. По качеству не могу ничего сказать. Разные самые впечатления, отзывы. Кто-то говорит, что здесь есть проблемы, а кто-то говорит, что в целом, просто как в среднем, как по банску. Ну, вот, все равно, видите, вот такие вот моменты, как бы, да, чисто эстетические, как бы они не доделывали. Ну, зато, смотрите, парковочка, плиточкой выложили дорожку. Локация очень хорошая. Около леса. Вот. И рядом с пятизвездочным отелем Премьер. Слышно, как делают люди ремонты. Вот. Это подтверждает, что дом сдан. Когда есть такая будка, и что электричество, с электричеством все в порядке. Не какое-то, не промышленное электричество, обычное, нормальное. Сделали входную группу. Аккуратно, красиво. Ну, в общем, мне нравится, как все здесь выглядит. И мне нравится вот эта локация. Но здесь уже, как я сказал, от застройщика уже ничего нет. Мы пытались с Иринкой здесь для себя найти квартиру. Ну, как бы, не для себя, а для инвестиций какую-нибудь. Найти квартирку еще, когда он достраивался. Но уже даже на тот момент ничего стоящего не было. Примерно, я не знаю, около года назад мы, наверное, пытались это найти, что-то. Уже нормальных квартир здесь не было. То есть были одни какие-то неликвидные квартирки, неинтересные. И видите, прямо здесь вот лес. Локация шикарная. Вот так вот горы наши. Вот он отель Премьер пятизвездочный, у которого, кстати, тоже есть недостроенный корпус, и который, я думаю, будет достроен рано или поздно. Еще один вот там недостроенный. Но там он совсем грубый, недостроенный даже, сырой. Вот. То есть локация отличная, но вот как я говорил, вот эти недострои, они вид портят. Согласитесь, да? Я думаю, что пройдет пять лет или около того, и здесь все будет достроено. Сейчас еще покажем. Это еще не все. Вот, друзья, еще два здания, которые в данный момент вот это достраивается. Вот здесь они уже разровняли. Вот здесь был такой пустырь, такой навалено все было. Ну, какие-то холмы, я не знаю. Вот. Сделали здесь уже такую подпарковку территорию. Отравняли, заравняли. И вот это здание, оно в данный момент, ну, как-то здесь пока вяленько все, но вот работа будет вестись, он также будет достраиваться. А вот это здание белое, оно вот только недавно приведено в порядок, получены документы. Вроде бы, надо уточнить, уже введен, можно сказать, в эксплуатацию, там, акт 16 надо уточнить, либо получили, либо сейчас получат. И, опять же, там купили больше половины квартир уже. Остались еще немного квартир. Кстати, если вам интересно, я вам могу прислать видео с квартирами, которые вот остались на продажу в этом доме. Вот, там уже сделан ремонт в квартирах, там только мебель поставить осталось. Вот, и санузлы там сделаны, и напольные покрытия, покрашены стены, то есть там все хорошо сделано. Там один минус, как по мне, там мало квартир с балконами. Вот, такой один нюанс есть. Вот это будет достроено, я думаю, еще не скоро, потому что здесь еще только начали все. Это находится очень хорошая локация рядом с комплексом New Inn, Old Inn. Вот, очень хорошая локация здесь. Тут один минус вот всех этих недостроев. Они, конечно, в локации отличные. Примерно, говорю, в одном районе находится очень хорошая локация, но вот с дорогами только вот такая вот история. Здесь бы положить асфальт. Но, опять же, когда-то это тоже будет сделано, но когда... Вот, то есть, застройщик, который достраивает дом, вряд ли будет дорогу делать за свой счет, не знаю. Может быть, пролоббирует как-то. Вообще не, чтобы сделали. Вообще, сейчас в Банско делают еще новые дороги. Там, где вот такая грунтовка всегда была, сейчас кладут асфальт. Даже такие маленькие, где дорожки, переулочки, там кладут асфальт. Все это, конечно, радует нас. Банско становится все такой более ухоженной. Вот. Тенденция в целом очень позитивная, хорошая. Вот, друзья, хотел вам показать еще вот этот недострой. Он был вообще, вообще сильно недостроенный. Сейчас вот построили стены, положили крышу там, то есть, кровельное покрытие. Вот, видите, да? Оградили его. Я думал, что его никогда не достроят. Это вот находится около Гринлайфа, недалеко. Около леса, около подъемника. Место тоже хорошее, просто наверху внизу. Далековато до центра, но в целом место очень хорошее. Вот. И я никогда думал, что его никогда не достроят. Нет. Даже его достраивают. Вы представляете? Вот так вот. Вот здесь он находится. Так что, работа идет. Банско живет. А вот что-то мы захотели сейчас приехать на территорию отеля Гринлайф, где была наша первая квартира в 2014 году. Я ее купил в Банско. Вот этот вот отель. По-прежнему он хороший отель. Вот. У нас здесь была такая большая студия 45 метров. Вид отсюда очень красивый. Открывается на Банско. И у нас такой был вид с кухней. Я помню. На кухне было окно. Здесь недавно произошла такая ситуация. Один молодожен здесь отмечали, видимо, свадьбу или что-то такое. Запускал салют, видимо, с этой парковки или вот с той парковки. Запускал фейерверк и сжег, по-моему, шесть машин, что ли. Несколько машин сгорело. Несколько машин дотла сгорели полностью, а несколько машин пострадали. И вот сейчас у них здесь плитка, и вот тут не видно, вот здесь у них они сняли все, что обгорело. Вот здесь, вот там стена обгорела. И будут они ремонтировать. Не повезло молодожену. Петя! Да, красиво, да? Ну ладно, друзья, заканчиваю это видео. В общем, просто хотел как бы передать вам привет и вот показать, что в Бабанске достраиваются много комплексов. Я сейчас еще доделываю ремонт. Еще процентов 20 нужно сделать. Вот, нам уже поставили кухню. Как говорил, в основном я ремонт делаю сам, может быть, не на 80, может, на 70 процентов. Там приглашал несколько человек, которые мне помогли с трубами, с сантехникой, с электрикой. И покрасили гостиную. Вот. Все остальное приходится делать самому с целью, как бы, во-первых, экономии финансов. Вот. Ну и на самом деле хорошие мастера по-прежнему здесь очень трудно, ну, на вес золота, да, очень ценятся. И они, естественно, очень сильно все заняты. На них большой спрос. И многие просто не могут прийти, как бы, когда нужно. Да, то есть ты их, бывает, ждешь, там, неделю, бывает дольше. И, естественно, быстрее сделать что-то самому, то, что можешь. Вот. Ну и экономия тоже денег, как бы. Ну и, честно говоря, по качеству, все равно, когда делаешь сам, мне кажется, это всегда лучше, чем ты, когда ты нанимаешь кого-то. Потому что ты знаешь, как ты хочешь это сделать, ты знаешь, как ты это видишь, как ты это себе представляешь. В общем, я, не спрашивайте меня, где мы в данный момент живем. Может быть, потом когда-нибудь я сниму квартиру, покажу, расскажу. Сейчас я не хочу немножко лишний раз приковывать внимание к этому вопросу. Вот. Просто могу сказать, что переехали в хорошую, большую квартиру. Сейчас делаем ремонт, все хорошо у нас, в общем, друзья. Вот. Вам всем передаю привет. от Пети, от Иры. Привет вам. Увидимся в новых видео, как только я немножко стану посвободнее. Я надеюсь, что будет получаться снимать почаще. Есть очень много, опять же, тем, которые я давно хочу снять, видео, на которые пока нет времени. Но обязательно сниму. Увидимся на канале. Всем счастливо. Пока.